МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Малыш разбивает камнем окно в доме, и хозяин отправляется на улицу, чтобы понять, кто это сделал. Человек вышел на улицу и зашагал к угловому дому. Накиньте на себя теплый платок, который висит на вашем стуле. Накиньте на плечи платок, и чувствуем, как будто мы идем по холодной улице от одного здания до другого. Когда мы это прочувствовали, мы можем снять итог, потому что в нем довольно жарко. События, которые происходят в спектакле, участники буквально дублируют. Протирают кактус на окне вместе с главным героем, чувствуют запах острого перца и даже вкус мармелада, который фигурирует в сюжете. Удается почувствовать атмосферу произведения из-за того, что и аудиофон, и можно прикоснуться, действительно тактильно попробовать всю эту декорацию, и даже понюхать и попробовать на вкус. Это гораздо большее представление, ежели вы просто представляете это, читая книгу или смотря даже спектакль на сцене. Адаптацию текста к книге в сценарии сотрудники библиотеки сделали самостоятельно, как и декорации для настольной сцены. Использовали для этого все, что было под рукой – от картонных коробок до веток деревьев. Принимать участие в таком спектакле интересно даже взрослым, а детям и подросткам такое развлечение тем более придется по душе, уверены создатели. Одинцовская библиотека стала первой площадкой в Московской области, где прошла премьера мобильного театра. Всего в акции будут участвовать 15 городов региона. Наша задача в скором времени еще и обмениваться нашими пилотными театрами. То есть эти театры будут путешествовать из города в город, и мы здесь сможем увидеть театры наших коллег из других библиотек. Специалисты библиотечной системы Одинцовского городского округа внедряют все больше и больше интересных форм работы с посетителями, чтобы поддерживать в них интерес к литературе. Сейчас в это очень непростое время. Пандемия заставила нас мобилизовать максимум наших творческих сил и проявлять все свои, в общем-то, креативные возможности для того, чтобы продолжать привлекать наших посетителей в библиотеки. Принять участие в иммерсивном спектакле может любой посетитель библиотеки. Главное условие – соблюдение всех санитарных норм. Каждый участник должен быть в маске, в перчатках и использовать дезинфицирующие средства для рук, которые выдают в библиотеке. Елена Кравченко, Денис Харламов, телекомпания Одинцова.